Я вчера зашел в 8 утра, только проснулся в актерскую поесть. Я обычно утром ем, значит. Захожу, а там Орланов, режиссер наш, и продюсер, Тоборщук Дмитрий, и какой-то дядька. Куча эмоций просто. Мы когда первый раз его видели, зашли в актерскую, дух перехватило. Это как в детстве, там по телевизору, где-то там далеко, да, такой внушительный человек, настоящий хоккеист, легендарный. Легенда, действительно легенда спорта. Перед глазами еще руки жмет. Достаточно мощный. А я еще спросу, я не могу говорить, здрасте, но поднимай лицо, это фетис. Такие моменты, хочется сказать, наверное, большое спасибо всем создателям проекта, которые дают возможность увидеть, хотят таких людей. Ребята классные все. Я тут каждый раз приезжаю, с удовольствием с ними общаюсь. Они такие позитивные, я говорю, уже командные стали. Суметь сыграть, их учить этому, да, а с другой стороны, нужно прочувствовать всю эту ситуацию. И, конечно, они говорят, мы втянулись в процесс, и катаемся, интересно нам, и все, что связано вообще с самим миром хоккейным. Я думаю, что они с этим делом уже не расстанутся никогда. Мы найдем возможность с ними поиграть. Я обещаю, может быть, и пригласим на серьезный матч, не только я один, может быть, со своими друзьями, с кем я играл долгое время. Проверим на всякий случай, как они, чему научились здесь. Это было бы совсем другое ощущение, наверное, с фетисом еще на льду. Быть на льду с самим фетисом. Ну, он играет функционера, функционера хоккейного, который приглашает там и нашего вратаря, опять же, не буду говорить какого, приглашает в молодежную сборную России. Здесь, на самом деле, камеры не боятся, учат текст. Ну, все-таки, в любом случае, спорт это спрессованная модель жизни. Смотрите сериал «Молодежка» на канале СТС. Продолжение следует...